МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Временная передышка в отсутствие снегопада в ДБГ усилила работу. Предпраздничные контрасты, весенняя колористика рязанских художников. На полную мощность работу областного онкодиспансера проинспектировали гости из Москвы. Внедорожники для наших. Мэр Рязани Виталий Артемов съездил на передовую. Мой отчет завершен. Наступило время рассказать о своей работе всем муниципальным главам без исключения. И это не должно быть формальностью. Рассказывайте, что по-настоящему делаете. С таким призывом к властям на местах обратился губернатор Павел Молков. Жители, по его словам, должны видеть изменения. Кроме того, по традиции на правительстве говорили об уборке снега. Пока погода Рязани благоволит, уборку снега с улиц коммунальщики усилили. Причем не только в городе, но и по всей области. Впереди потепление. Вовремя не вывезенный снег для автомобилистов может стать неприятностью. Обильные снегопады и, как следствие, постоянная очистка дорог привели к образованию снежных валов вдоль дорог высотой до полутора метров. Дорожники региона готовятся к повышению температурного режима и возможному скоплению талой воды на проезжей части. Для обеспечения водоотвода в период таяния тяжелой техникой начали проводить работы по ликвидации этих валов. В Рязани таких вот больших сугробов на обочинах сегодня нет. А все потому, что снег вывозят круглосуточно. Практически каждый день новые рекорды. Впрочем, основной фронт работ все же очистка наледи с тротуаров. На сегодняшний день по городу Рязани с ноября месяца вывезено более 240 тысяч кубических метров. В 2023 году на эту дату было 75 тысяч кубических метров. Техники на сегодняшний день привлеченные и собственной техники работают более 150 единиц. Для сравнения, в том году это было 100. Ежедневно мы вывозим около 6 тысяч кубов снега. Ну, в том году мы вывозили 1800. Еще один уже традиционный вопрос на правительстве. Мягко скажем, неоптимальная работа общественного транспорта. Из-за этого жители Забайкальской, словно оправдывая название улицы, ждут автобусов неприлично долго. А те маршрутки, что приходят, льготников перевозить отказываются. До Забайкальской сегодня два маршрута. Первый и 41-й. Мы мониторили около недели весь наш маршрут в час пик. Первый из 90 мест у нас заполняемых было 55 человек или 61%. Думаю, что мы дальше будем этот маршрут мониторить. По 41 маршруту у коммерческого перевозчика план выполнения 83. Тоже будем встречаться, чтобы они доводили процент выполнения транспортной модели до 96. Все-таки мне хотелось бы увидеть результаты мониторинга, выполнения графика. Сколько там сейчас какого транспорта на этих маршрутах. Павел Геннадьевич, тоже посмотрите, пожалуйста. Потому что, с одной стороны, я слышу, что работа ведется, мониторинг, усиление. И видно, как в будущем будет усиливаться эта работа. А с другой стороны, жалобы-то есть. А вот для жителей Старожилова прозвучала приятная новость. Региональный Минздрав купил для местной больницы новый рентген-аппарат. Прямо сейчас проводят лицензирование и уже в марте аппарат заработает на полную мощность. Продолжаем помогать нашим подразделениям в зоне СВО. В минувшие выходные встретился с командирами и бойцами двух сформированных в Рязани полков в Херсонской и Запорожской областях. Так написал на своей страничке в соцсети мэр Рязани Виталий Артемов. Он выложил видео по итогам поездки. Волонтерский десант высаживается прямо в расположении полков из Рязани. На этот раз это не просто гуманитарка. Груз более масштабный. Два квадроцикла, четыре квадрокоптера, 56 коллиматорных прицелов, генераторы, строительные материалы. Птичек и электронику закупило городское отделение единороссов. Гуманитарную помощь собирали городские тосы и прихожане городского храма иконы Божией Матери Всецарица. Но главное, военные получили еще два внедорожника повышенной проходимости. Необходимые вещи бойцам лично вручил мэр Рязани Виталий Артемов. Кроме того, бойцам передали и письма, написанные рязанскими школьниками в преддверии 23 февраля. Для меня, командирами наметной батареи, это прям очень хорошо. В связи с тем, что действительно есть проблема в таких машинах. Так как не всегда возможно на передний край подвезти боеприпасы. Поэтому сейчас мы будем на этой машине более оперативно подвозить больше объем боеприпасов, соответственно, больше будем выполнять боевые задачи. Огромное еще раз хочу вам сказать спасибо. О том, что Рязанская область поддерживает участников СВО не только на передовой, но и в тылу, совсем недавно говорил и губернатор Павел Малков. По его словам, поддержка бойцов стала для региона по-настоящему общенародным делом. Мы с вами, уважаемые депутаты, с первых дней специальной военной операции разработали адресную систему помощи для наших воинов, для их близких. Широкий спектр разных мер. Тут и кураторство над семьями персональные, выплаты, льготы, преференции, оздоровление, юридическая, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве и многое другое. У нас сейчас в регионе действует более 60 мер поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе 46 региональных мер. Впрочем, этот список не конечный. Система, что называется, живая, вполне подвержена изменениям. Как, например, произошло с льготами по транспортному налогу для участников СВО. После обращений их родственников, меру продлили также на вдов и родителей погибших бойцов. Родители, к слову, скоро получат право на бесплатный земельный участок. 13 автомашин Хавал Ф7 получили сотрудники регионального управления ГИБДД. 10 машин оставят патрулировать город, остальные отправятся в районы. Подробности далее. 200 лошадок и полный привод. Эти могут похвастаться автомобили Хавал, на которых с сегодняшнего дня будут передвигаться сотрудники госавтоинспекции. 19 февраля им обновили автопарк. Я с уверенностью хочу сказать и могу сказать о том, что данный автотранспорт будет использоваться именно по назначению, для того, чтобы не было, а может быть, и меньше. Просто не могу сказать, что не было вообще даже трассовых происшествий. Автомобили оснастили всем необходимым. Теперь на борту современные средства связи, компьютеры, точные измерительные приборы. За одним автомобилем закреплены 4 человека, то есть 2 экипажа ДПС. Сегодня мы с вами получили новые современные автомобили с повышенными характеристиками по проходимости, оснащенными системой видеонаблюдения, радиостанции, световой и звуковой сигнализации, укладкой оказания первой медицинской помощи. И вы, как сотрудники госавтоинспекции, должны профессионально применять патрульный автотранспорт. Все технические средства, которые стоят на балансе подразделения. С приветственным словом к инспекторам обратился и ветеран службы Владимир Конкин. Он рассказал, что в годы своей службы на 100 человек было 15 «Жигулей» и 22-колесных «Уралов». Сейчас автопарк значительно изменился. У каждого патруля есть свой транспорт. Новые «Солярисы», новые «Октавии» «Шкода», новые «Хавалы» вот сейчас получаете эти автомобили. Это вот вездеходы, на которых только можно работать успешно и эффективно. Для инспектора автомобиль – это первый друг и помощник. И без него, конечно, работы не получится хорошей. Это уже третье пополнение автопарка региональной госавтоинспекции. В этот раз по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения». 10 автомобилей будут патрулировать город, еще два – Рязанский район и один – Спаский. Только за прошлый год на реализацию нацпроекта здравоохранения власти направили почти 2 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Именно благодаря этой поддержке построили и ввели в эксплуатацию здание главного лечебного корпуса областного клинического онкодиспансера. Работу медучреждения оценили специалисты из федерального центра. Областной клинический онкологический диспансер открылся в мае прошлого года. На полную мощность медучреждение вышло уже к концу августа. По словам министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова, новый онкодиспансер позволил реализовать трехуровневую модель работы с раковыми заболеваниями в одном месте. Диагностируют, обследуют и лечат здесь с помощью современного оборудования. Благодаря этому врачи уже достигли высоких показателей в лечении рака. В ближайшее время у нас срок стоит первый и второй квартал 2004 года открыть дополнительно в регионе два центра амбулаторно-онкологической помощи. Поэтому мы принципиально выбрали площадку, это город, по сути, север и юг, разгрузив тоже определенные вещи, забрав и диагностический поиск, и амбулаторную химиотерапию, соответственно, тоже на добавочной площадке. За 2023 год врачи-онкодиспансеры уже разработали ряд новых диагностических методов. Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» – это часть национальной инициативы здравоохранения. Он помогает в достижении одной из ключевых задач программы по указу президента Владимира Путина – повысить уровень продолжительности жизни в стране до 78 лет уже к 2030 году, в том числе и за счет снижения смертности от рака. В 2023 году в рамках реализации борьбы с онкологическими заболеваниями были достигнуты все индикаторные показатели. Это было впервые после введения в эксплуатацию нового корпуса и организации онкологической службы. Мы получили большое количество техники, мы обучили наших врачей на работе до данного оборудования. До центра нам оказывают методологическую поддержку. Представитель Московского онкологического НИИ имени Герцена Ольга Туманова оценила динамику развития онкослужбы положительно. Я лично здесь была в прошлом году, смотрела те условия, в которых работала онкологическая служба. И, конечно, с учетом того, что отстроили новый онкодиспансер, переехали в новый корпус. Это новая возможность для пациентов, это возможность больше принять пациентов, улучшить диагностику, больше операционных и больше оказать помощь. Конечно, это прекрасно. Ольга Туманова также отметила, что Рязанская область лидирует по показателям, которые заложены в нацпроект здравоохранения. Так, например, в прошлом году наш регион занял первое место по снижению смертности. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанский СОБР отметил 31 год со дня основания. За все это время бойцы провели сотни операций. Рассказать о некоторых из них в подробностях, к слову, можно будет еще очень нескоро. СОБР, спецподразделение довольно закрытое, но шансом попасть на тренировку наша съемочная группа воспользовалась сполна. Солом чисто! Багажник оружия! Тренировки у бойцов отряда СОБР «Коловрат» – непрерывный процесс. Физподготовка, огневая, оттачивание командной работы, проработка возможных боевых ситуаций. В реальности права на промедление или ошибку нет. Поэтому внимание к деталям и рутинное повторение раз за разом. Чтобы каждое движение стало автоматическим, выверенным. От мастерства каждого из ребят зависит слишком многое. Работу СОБР выполняет абсолютно любую. В любых местах, в любых регионах. Подготовка занимает все время. Все время между работой и командировками. Все основное время мы готовимся. В Рязани СОБР был образован 18 февраля 1993 года. А уже с 1994-го офицеры спецподразделения выполняли задачи в горячих точках Северокавказского региона. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудникам Рязанского СОБР вручены более 200 государственных наград. В апреле 2016-го СОБР вошел в состав Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Нам, чтобы не сбавлять темпов и не нарушать процессы тренировочные, у нас все должно замыкаться именно на движении. Мы всегда должны двигаться. А движение это у нас все на тренировках. То есть и этот процесс тренировочный, он способствует, скажу так, что успешным выполнением задач. Сейчас также дополнительно у нас группы появились специалистов, которые работают с техническими средствами видеонаблюдения. Это с высоты, что в данных каких-то моментах это облегчает нам как бы обнаружить противника и также самим безопасно где-то проникать также в объекты и двигаться по горно-лесистой местности. Уже более 30 лет основные задачи СОБР остаются неизменными. Участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождению заложников, а также обеспечение силовой подготовки оперативно-розыскных и иных мероприятий как на территории Рязанской области, так и за ее пределами. Спонсор программы «Неделя города» – выставка продажи икра и рыбы Камчатская. Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. В Рязани стартовал общественный проект «Кузнецы под открытым небом». Презентация прошла в поселке Конищево. Этот проект – местная инициатива кузнецов вместе с органами власти и комитетом ТОС. Хочу сегодня показать, как разводили огонь в Средневековье. Как вы знаете, ни спичек, ни зажигалок не было. То есть, один из способов, которым пользовались наши предки. Кресало, кремниевый камень и пережженная ткань. В этой кузне разводят огонь по старинным технологиям. Мастер-классы по основам древнего ремесла здесь проходят часто. Сегодня член Союза кузнецов России Михаил Раткин показал гостям приемы ручной ковки сувенирной подковы. Занимаюсь я, наверное, где-то с 90-х годов. То есть, это уже достаточный срок. Учились, начинали учиться, скажем так, самоучками. Потом в фестивале, мастер-классы. Ну и, соответственно, потом уже появился интернет. Стан гораздо проще – обмен информацией. Кузнецы под открытым небом – это совместный проект местных жителей и органов власти. Крестьянская утварь, мечи, доспехи – самый древний экспонат на ковальне XIII века. Ее кузнецы ласково называют цыганочкой из-за относительно небольшого размера и легкой транспортабельности. Музей Рязанская Крица открыли еще в 2021 году. Тогда мастера кузнечного дела Михаил Раткин и Александр Чуркин и решили объединить свои усилия, чтобы вместе передавать технологии древнего ремесла рязанцам. Кстати, работают маститые кузнецы вместе со своими сыновьями. Музыка Кончик такой, видишь, красивый получается. Со мной работает сын. Проводим мастер-классы с детьми. До этого мы провели мероприятие по ручной ковке с детьми многодетных семей. Дети, родители которых на специальной военной операции. В основном мы всегда с детьми работаем. Оторвать их от гаджетов, от компьютеров, почувствовать, что такое ручной труд. Мы с ребятами сюда приходим и постоянно смотрим, как работают. Ребятам дают попробовать. У них горят глаза. Они понимают, что такое профессия. Очень важно, что приходят семьями. И у нас даже есть некоторые люди, которые династийные. У них там дедушка, например, был кузнец. И уже маленькие дети очень к этому так серьезно относятся. Не то, что они пришли поковать какой-то там гвоздик, а прям, что это тоже относится к их династии очень гордо. Вместе с общественной инициативой комитета ТОС по благоустройству территории в поселке Конищево проект «Кузнецы под открытым небом» победил в городском конкурсе местных программ по развитию региона и теперь участвует в областном отборе. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Более 102 тысяч команд, в том числе из Рязанской области, приняли участие в федеральном конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Дистанционный этап проекта, это у нас семейное, представлял собой задание для всей семьи. В полуфинал прошли более полутора тысяч семей, 384 команды из ЦФО. Среди них рязанцы тоже есть. Готовим вместе веселые старты, праздник для мамы, песня трех поколений. Все тематические задания конкурса – это у нас семейное, креативное. Главное условие состязания – участвовать должны три поколения. Каждое задание семьи записывали на видео и выкладывали в свой аккаунт на официальном сайте конкурса. Чита Казаковых включилась в состязание, не задумываясь. Это было очень красочно. Жена у нас творческий человек. И я решил ее поддержать в этом начинании. Конечно, с начала было тяжело, с работы приезжаясь спать, охота. Она говорит, давай. Ну вот приходил. Сначала мучаются, а потом втянулись и участвовали. Мама, папа, сын и бабушка – количество человек в команде конкурс не регламентирует. Задания засчитают только при условии его совместного выполнения всеми участниками. Когда начали уже заниматься этим делом, в общем, вошли во вкус, даже очень интересно, и конкурсы понравились. И когда уже закончили снимать все конкурсы, думаю, что-то как-то пусто, что-то хочется еще, можно было бы еще где-нибудь поучаствовать. Ну, сейчас я уже на пенсии. Я и раньше очень любила вязать. Ну, сейчас продолжаю заниматься. У каждого в этой семье свое хобби. Мама Юли пишет стихи и сказки, папа Кирилл увлекается бильярдом, а сын Вадим – начинающий энтомолог. Казаковы часто проводят время вместе, например, играют в домино. Именно поэтому работа в команде для них дело привычное. И вовсе не удивительно, что самым креативным для Казаковых стало задание «Мультсемья», в котором участникам нужно было повторить отрывок из любого анимационного произведения от киностудии «Союзмультфильм». Мама Юля была фрекинг-бок. Я была малышом. Папа был Карлосоном, а бабушка в телевизоре – это тетя с синими волосами. За выполнение заданий жюри начисляла команде баллы, которые в итоге суммировали. Оценивали и личные достижения участников по ходу конкурса – в спорте, творчестве и волонтерской деятельности. Проект стартовал в начале прошлого сентября. Семья Казаковых узнала о конкурсе только в ноябре. Но все равно решила принять участие, в итоге набрав достаточное количество баллов для прохождения первого этапа. Следующий пройдет уже в очном формате. Для участников из СФО состязание проведут в Москве. Будут оплачивать проживание, питание, аттракционы для детей, развлекательная зона. И будут конкурсы выполняться. Опять же, семьи будут набирать баллы. То есть баллы не суммируются с теми. То есть они обнуляются. И сейчас в полуфинале будут новые баллы. По окончанию полуфинала будет уже отбор в финал. Пройдут из полторы тысячи семей только 300 семей. Главные призы для финалистов – 300 семейных путешествий. Из них 30 команд победителей получат по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Окружные полуфиналы пройдут уже весной и летом. А вот заключительный этап – в День семьи, любви и верности. 8 июля. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Икра и рыба Камчатская. Выставка продажи у торгового центра «Премьер» работает специально, чтобы рязанцы могли попробовать вкусные и свежие морепродукты с Дальнего Востока. К длинным праздничным выходным спешите приобрести морепродукты высокого качества. Очередь к прилавку у торговых рядов с самого утра. Постоянные покупатели знают, что на выставке продажи икра и рыбы Камчатская продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Бутерброд с вкусной, свежей, полезной рыбкой будет украшением любого стола. Разничку купили рыбку. У вас в 3-м февраля уже? Нет, просто так. А как вы любите рыбу больше всего? Ну вот чавычи. Чем нравится вам? Ну вкусная рыба. А здесь же вы покупали когда-нибудь? Покупали. Что можно сказать? Ну вкусная рыба, поэтому вот покупаю понемножку. Также в ассортименте мобильной ярмарки икра натурального посола, красная, да еще на бутербродном сливочном масле – деликатес, который обладает полезными свойствами, а еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. Здравствуйте. Расскажите нам, что вы купили, пожалуйста. Чавычи. Уже, я так поняла, про пулинать для бутерброда? Нет, в первый раз. А вообще, какие морепродукты любите и за что? Рыба есть рыба, за нее всегда все любят. Празднички? У вас в 3-м февраля или просто так? Нет, на свой праздник, 22-го февраля. День рождения? Нерка, тунец, чавыча, палтус и белорыбец, а также красная икра. По лакомице приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы. Можно у торгового центра «Премьер» до 24 февраля включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбкой ждет вас. У работ Натальи Кобзевой особый стиль исполнения. Современная живопись, основанная на традиционном базовом академическом образовании с особой колористикой и передачей света тени. В галерее Приубанка в ближайшее время можно увидеть картины последних лет, объединенные темами ближайших праздников. Первое впечатление от картин, будто свежий ветер подул и развеял волосы. Весенний ветер. Так выставка и называется «В ожидании весны». В этой галерее я предложила зрителю ожидать весну вместе со мной. Нам всем уже очень хочется весны. А весна ассоциируется у нас с несколькими праздниками. Это и 8 марта, это и Пасха, и, конечно, День Победы. И вот в этой экспозиции я объединила такие начала, как мужское начало, скоро 23 февраля, я всех поздравляю тоже, мужчин с таким праздником, очень значимым для нас. И, соответственно, женское начало, это цветы. Поэтому вот мы все ждем весну вот с надеждой, с надеждой на красоту, на цветение и на победу. Контраст в тем, мужественные фигуры атлетов и рядом нежные яблоневые цветы. В общем, выглядит весьма гармонично. Я называю это современный экспрессионизм, экспрессия. Я очень люблю цвет, люблю современное искусство. Мне всегда интересны стили граффити в том числе, поэтому я использую здесь такую смешанную технику, как классическое масло, так и акриловые баллончики в том числе. Люблю цветы писать. Цветы у меня разные, разных сезонов, но вот именно на этой выставке представлены только весенние цветы. И, конечно, цветение весеннее, оно связано с цветением яблонь. Вот эти цветы я увидела в Коломенском монастыре, в монастырском саду, и они меня поразили своей какой-то трепетностью, вообще хрупкостью. Ведь цветы яблони, в них много заложено, и романтизм, и надежда, и легкая грусть. Такое искусство не может остаться незамеченным. Масштаб художницы оценивают все ее коллеги. Она крупный рязанский художник, современный художник. Еще не совсем известный, так сказать, но это все впереди, потому что у нее своя манера, у нее свой взгляд на искусство, на творчество. Она ответственна в своем творчестве, очень ответственна. Может быть, даже излишне, я бы, может быть, похулиганил побольше. Но вот она такая. Интересно и то, что при особой стилистике творчество Натальи весьма разнообразно. Это просто разноплановый уже художник, взрослый, самостоятельный. У Натальи есть вот и цветы, вот этот вот цветущий вот этот сад. Это просто необыкновенные работы, радостные, счастливые. У нее очень много натурных работ. У нее есть композиции станковые, которые как бы фигурные. То есть это вообще уже совершенно такое взрослое искусство. Ну, и самое главное, наверное, что у нее работы несут радость. В нашей жизни это необходимо. Наталья преподает в художественном училище и тому же учит своих студентов. Смелости выражения и гибкости в этом динамичном мире. Команды телекомпании поздравляют с Днем Защитника Отечества, всех причастных к празднику. У меня же все новости к этому часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Резань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 19 по 24 февраля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова